Привет, я фитнес-тренер Юрий Спасово-Котский и сегодня расскажу вам, как великолепно, потрясающе прокачать мышцы спины и накачать трассивенные крылья в холодных уличных условиях, занимаясь на брусе ретурниках. Итак, прежде всего нам нужно для того, чтобы накачать спину, выполнить три типа движения. Это вертикальное движение, тягу сверху широким хватом, также нам нужно выполнить горизонтальную тягу широким хватом для проработки средней части спины. И для проработки толщины широчайших мышц спины и низа широчайших мышц спины нам нужна некая тяга снизу узким хватом к поясу. И все это мы сейчас проделаем. В каждом из упражнений, которые я вам показываю сегодня, нужно выполнить один так называемый разминочный сет, который насчитывает около 15 повторений и не используется дополнительное отягощение. А также 2-3 сета с максимальным весом на количество 8-10 повторений до состояния отказа мышц, что и будет способствовать наращиванию мышечной массы мышц спины. Такую тренировку следует выполнять с такими большими нагрузками только один раз в неделю. Если вы хотите узнать почему, а также посмотреть предыдущую серию, как мы тренируем мышцы груди и почему тоже один раз в неделю, ссылка в описании к видео. Также в описании к видео вы можете получить ссылку на подписку, чтобы первыми посмотреть следующую серию тренировок в холодных уличных условиях для всех мышечных групп. Только таким образом вы не пропустите следующую серию видео, кроме того увидите ее одним из первых. Первое упражнение комплекса тренировки спины это подтягивание широким хватом груди. Прежде всего следует понимать, что ваши локти не должны сводиться вперед, вы должны разводить их в стороны. Голова не должна опускаться вниз, наоборот, отводя голову назад во время движения, вы сможете сводить лопатки, держать позвоночник в правильном положении и работать спиной, а не бицепсом. Когда я все пальцы беру с одной стороны перекладины, а не беру обычным хватом, когда я беру так называемым обезьяним открытым хватом, я лично я ощущаю больше работу широчайших мышц спины. Попробуйте тоже мою систему, если нет, пробуйте обычным хватом, главное тянуть широчайшими мышцами и не напрягать бицепсы. Вначале выполните так называемый разминочный сет без дополнительного веса, в принципе подойдет около 8 повторений, ориентировочно. Но если же вы ощущаете, что вы можете потянуть в центрунике не 6-8 повторений, а с легкостью выполняете 10 и более повторений, может быть 15-20, для вас подтягивание широким хватом уже становится бесполезным упражнением, но это легко исправить. Одев рюкзак и положив в него пару кирпичей или пару гантелей, вы сразу же почувствуете, что отказ наступает уже на 8 или 10 повторении, то есть опять вы уже начинаете наращивать ширину спины, мышечную массу, ваши мышцы снова начинают расти. Просто подбирайте адекватное отягощение. И выполните один подход разминочный без веса, затем 2-3 сета, по 6-8, максимум 10 повторений с дополнительным весом, после чего мы переходим к следующему упражнению, и это подтягивание вниз головой. Очень необычное упражнение, ноги подняты вверх, и таким образом вы используя собственный вес, как вы выполняете тягу штанги к поясу в наклоне, но подтягивание вниз головой это абсолютно безопасное для позвоночника упражнение, в отличие от тяги к поясу в наклоне. Я также советую вам выполнить 3 сета, первый сет разминочный, затем 2-3 сета до полного отказа мышц, после чего я советую вам перейти на тягу с широким хватом на брусьях для проработки мышц между лопатками. Это очень интересное упражнение, вы должны тянуть ваши локти таким образом, чтобы они были, как будто бы вы отжимаетесь от пола, только вы при этом находитесь лицом вверх, и вы должны прочувствовать середину мышц спины, и должны чувствовать, что работают трапециевидные, робовидные мышцы, то есть средняя часть спины. И таким образом, сделав 3 сета, из которых первый будет разминочный на 12-15 повторений, и затем 2-3 сета до полного отказа уже с максимальной выкладкой, вы поработаете не только мышцы спины для развития ширины и толщины, но и среднюю часть спины. Выполнив комплекс из трех таких упражнений, вы получите потрясающее развитие мышц спины, и заодно подышите свежим холодным морозным воздухом. Мороз и солнце – день чудесный. В предыдущей серии тренировок грудных мышц, многие уже задали вопросы в комментариях, какие именно модели одежды используют для оптимальной терморегуляции при тренировке в холодных условиях, и в каких магазинах я добываю эту одежду. Времени и желания долго ходить по магазинам и выбирать одежду у меня нет. Для тренировки выбираю одежду с оптимальным соотношением цена-качество. Я подбираю подходящие для себя модели. Наиболее удачным выбором для меня оказался магазин «Спортмастер» по двум причинам. Во-первых, я там оделся для этих тренировок полностью одним махом, как я люблю это делать. Во-вторых, я принял участие в открытом интернет-конкурсе. Заодно сейчас я вам расскажу об этом конкурсе, и вы поможете мне одержать в нем победу. Человек, который наберет больше лайков и комментариев по определенной ссылке, на определенном фото, кстати, ссылка на мое фото в описании к этому видео, выиграет 10 вот таких вот чудесных спортивных площадок, которые так и называются «Поколение Спортмастер». Я хочу выиграть 10 таких площадок для города. Я хочу выиграть эти площадки и для вас, мои друзья, турникмены. Ссылка для голосования за мою победу в описании к этому видео. И там же ссылка на подписку, чтобы первым посмотреть следующую серию тренировок, получив эту серию к себе на почту еще до того, как она будет опубликована на канале YouTube. Пишите в комментариях ваши вопросы. Пока, друзья, до следующей встречи!